В Чувашии готовятся к эпидемическому сезону. В республику, отмечают Минздраве, поступит более 500 тысяч вакцин от гриппа. Таким образом, будет привит каждый второй житель. Пик заболеваемости впереди, говорят специалисты. Именно в профилактике против гриппа охвачено 231 936 человек, 44,2 целых от плана. Особую актуальность в период приобретает корпоративная вакцинация, которая обезопасит работающих населением гриппа и ее тяжелых осложнений. Для иммунизации населения применяется вакцина, содержащая актуальность штаммов вируса гриппа, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня нет пациентов, которые заболели гриппом. Есть заболевание ОРВИ, 5242 человека сегодня на учете. На повестке дня и начала отопительного сезона. В 97% жилых домов, социальных объектов тепло уже подано. Завершен пуск тепла в 9 муниципальных образованиях. Подходит завершение работы по пуску тепла в 7 муниципальных образованиях. Подача тепла осуществлена в 799 учреждений образования. Завершена работа в 25 муниципальных образованиях, кроме Янтикского района. Речь идет о школе Шимкузском сельском поселении. Завершены монтажные работы в котельной. Тепоснабжением обеспечены 567 учреждений здравоохранения. Завершены работы также в 22 муниципальных образованиях. Это село Комсомольское. Одна больница, соответственно, осталась. Также сегодня планируется завершить работы. Два ФАПа Чебоксарского района. Соответственно, помещение обогревается масляными электрическими обогревателями на сегодняшний день. И город Ночебоксарск. Одно очередение здравоохранения. В график не успели войти и пять жилых домов, где продолжаются работы по капремонту. Крайний срок подачи тепла 10 октября потребовал глава региона. Я без вичинские функции, кто должен и обязан выполнить, они должны быть выполнены. Почему? Потому что на улице довольно-таки прохладные погоды. Проблемный вопрос – долги за потребленный газ. На их реструктуризацию. Для муниципалитетов предусмотрены субсидии из бюджета. Но 50 миллионов рублей так и не поступили на счета районов. Решаем вопрос, Михаил Васильевич. Нет, эти общие слова. Мне общие слова не нужны. Когда уйдут эти 50 миллионов рублей? Планируем, что до 15 октября мы эти мероприятия завершим. Ситуация, она сложная, Михаил Васильевич. Но она решимая. Поставщики голубого топлива приводят черный список муниципалитетов. Если в Козловке сумма долго снизилась на 8 миллионов рублей, то в Шумерле увеличилась на 30. Власти города до сих пор не утвердили тарифы. В правительстве проблему взяли на контроль. Ну вот это, честно говоря, слабая работа администрации. Надеялись они, что конкурсный возьмет. Надеялись, что у нас ГУБ Чувашгас заберет. Хотя четко было сказано, что это ваша зона ответственности. Вы должны определить баланс содержателя. Еще одна тема. Формирование бюджета на последующие три года. Немалую сумму предусмотрят на строительство школ и детских садов. Цель расношения помещений пищеблоков детских садов качественным и удовлетворяющим санитарным нормам об оборудовании в бюджете закладываем более 116 миллионов рублей. Более 200 миллионов рублей предусматриваем на строительство оригинального центра по хоккею. Это при Чувашском кадетском корпусе. Продолжим также строительство фельдшко-акушерских пунктов. На это предусматривается более чем 113 миллионов рублей. В проекте бюджета на трехлетний период мы предусмотрели полное выполнение всех социальных обязательств. Это наш приоритет. Обсуждая итоги выездного совещания Комитета Госдумы по экологии, Михаил Игнатьев призвал не политизировать тему новых тарифов за вывоз мусора. Странно, когда заместитель председателя Комитета Госсовета по экономической политике Игорь Маляков утверждает, что стоимость услуги повысится в 8 раз, реальный рост не превысит 5%, и кому, как ненародным избранникам, это хорошо известно.